Харьков поделился со Славянском кусочком своего рекорда. Национальный флаг, высаженный в День независимости из цветов, частично отправился в пострадавший город. Город Харьков, это мы уже узнали потом, когда нам рассказали, в связи с чем это все было связано. Дню независимости города Харькова. Они собирались из цветов сделать цветочную композицию в форме украинского флага. Так сказать, патриотичную композицию, потому что в Киеве тоже проходили конкурсы различные. Мы смотрели тоже композиционные в парках и скверах. А они хотели прославиться еще больше, чем город Киев. И этот флаг у них был занесен в Книгу рекордов Гиннеса Украины. После установления рекорда Украины клумбу почти в гектар планировалось разобрать, а цветы развести по разным местам. Часть из них было решено передать Славянску. Вчера приехала машина, 40 тысяч цветов нам привезли. Желтого цвета это гетис, но в простонародной чернобрывце, давайте так говорить. Да, голубые это петуния. Они немножко не голубые, чуть-чуть сереноватого цвета. Раздали всем школам, раздали детским садикам, чтобы они к первому сентябрю сделали флаги, символы Украины. Так, дальше мы раздали педагогическому университету большое количество, славянскому нашему курорту, чтобы они там сделали, потому что после войны парк наш курорт не очень приглядно, так сказать, выглядит. Украшают харьковские цветы и главную площадь Славянска, постаменты вокруг памятников и другие клумбы города. В планах у местной власти оставить часть харьковских цветов для своего дня города. Он состоится 5 сентября. По словам заммэра по экологии, растения высадят на могиле неизвестного солдата, где традиционно проходит в этот день митинг. Заммэра уверяет, несмотря на сложную ситуацию в городе, жители Славянска такой помощи рады. Правильно кто-то сказал, что красота спасет мир. Люди, вот я вчера смотрела, стояла как директора школы или замхозы, все приезжали, очень много там, их 60 человек только от школ было, и все с удовольствием брали на перегонки. И с удовольствием люди просто потянулись к этим цветам, выкладывали. Вот в роддом еще мы отдали, хотя роддом и не работает, он и разбит у нас полностью. Но приехали санитарки прямо с тачками, да, разбирали эти цветы, чтобы перед роддомом хотя бы сделать вот какую-то клумбу. Кстати, останавливаться на подобных благотворительных акциях Харьков не собирается. Уже в этом году обладатели рекорда планируют провести еще одну акцию. Для этого уже создан специальный набор «Патриот Украины». В этот набор входят семена, горшки, торф, и каждая семья, каждый украинец может вырастить небольшой прапор. Потом, собрав эти маленькие прапорцы по всей Украине, мы выставим его в Киеве, и это будет самый большой флаг в мире из живых цветов.